Сегодня у нас 21 февраля, у нас экскурсия в храм Истины. Подходим, не знаем еще где он находится, но идем в сторону моря. Истина. Ваши мишки. Истина. 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 А вот он храм. И последний. Истина. Экскурсия корейская, потом китайская, английская и русский язык 920. 920 мы пойдем. Показать, что все люди учат каждого человека добрым делам, что есть основа для мирного существования. это является опорой вот наконец мы добрались до храма истеры фантастика просто фантастика наша мечта сбывается сейчас дождемся русского гида потом пойдем туда вот пошли вниз русского гида не пускают в храмах люди приехали в 8 утра и только в 9.20 с нами вместе зашли билет есть наклейка но нет русского гида сейчас нам дадут краски это является господин лек и госпожа прапа вириапа это их не единственный проект у них еще прохожих два проекта рядом с банкоком называется музей и раван и еще один проект с банкоком называется древний город мы сейчас живем в период современной технологии прогресса глобализации чтобы найти свое место под солнцем нужно предложить больше усилий проблемы с обогащением обретение социального статуса давление на человечество усиливается так начинается хаос основатели проекта хотят донести до будущего поколения мы можем здесь в мире гармонии через искусство что пойдемте потихонечку экскурсия так составлена мы с вами пройдем кеды может быть немного пыльновато но с другой стороны у вас будет уникальная возможность видеть это воочию пока находитесь в Силанде рекомендую есть по краю и делать массаж ступней улучшается кровообращение приток крови к мозгу способствует принятию каких-то важных решений в жизни конечно если они еще не приняты а вот этот вот трот с морской водой уровень воды поднимается и опускается естественно во время приливов и отливов здесь можно покататься на лодочках это мастерская в этой части в этой части в этой части у нас до первого курса мы так далеко туда не будем ходить я просто здесь скажу у нас станки токарный станок фризерный станок при помощи которых в древесине придается округлая форма а вот здесь это уже здесь у нас при помощи скамерского молока создаются такие шедевры сколько времени понадобится чтобы изготовить вот такую шкультуру вот такую примерно 2-10 я покажу вам примерно 2-10 а вот такой элемент декора около месяца около месяца причем скитальную школу мастера не заканчивают это все продается из поколения в поколение а что это такое сына а мать что а то есть мы не используем брызги но брызги или брызги временное крепление в дальнейшем брызги будут заменены на шканты на шканты мы используем разные зеленые 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 брызги на этом шканты Фирмы Камбоджи. Мастера, которые работают, представители стран. Я не могу вам сказать, сколько вы здесь зарабатываете, а минимальный зарплат по Таиланду 350 бат в день. Примерно можно рассчитать. А вот слева-то у вас гигантский патронный столов. Длина станины около 20 метров. И этот механизм безчастично модифицирован самим основателем этого проекта. И первая колонна из Гагарина и самим. Вот эти колонны около 170. И эти скульптуры, которые вы видите, они будут использованы для внутреннего бранства, оформления в том числе и колонн. Право от вас выставка проектов. А вот она, что тебе здесь? Что бы я сделал за 10 лет? В первой колонне замок, в другой колонне пространство. В замок вставляется пространство. Вот такие колонны около 170. Вот я покажу колонну, которая возраст резины около 400 лет. И вот собственно у основания колон балкончики. Балкончики, такой тип соединений называется ласточкин хвост. Следующее, пальчики соединения. Пальчики соединения применяются здесь же под кровлей. Модель выполнена 1,10. 1 сантиметр здесь, здесь раз больше в самом музее. Здесь у нас цветочек. Здесь у нас цветочек. А здесь у нас замочек. Замочек, видите, соединение, бабочка. Если больше, чем 2 элемента, как их соединить, то есть 2 составляющие можно нарастить. Вот таким образом это пролаговатый ласточкин хвост. Вот стеночки так собираются. Ламинатное соединение для пола. Ламинатное соединение. Паркетное соединение для стеночек, для пола. Это уже зависит от опыта мастеров и мастериц. Это, допустим, это скульптура. А эти стеночки, вот таким образом они крепятся. Ну вот такой некий экскурс, как музей строится. А мы продолжаем. Пойдемте потихонечку. Минуту продолжим вот отсюда. Так что не засадитесь, так в шаговой доступности. Возле с 3 направлениями сторон света. Вместо из зала до 100 метров. От Восточного до Западного 100 метров. Музей включает в себя несколько стилей аккортипторы Восточной Азии. Тайский, Китайский, Индийский, Китайский. Но мы вам не можем сказать, какой зал, вы поймете в каком стиле. Потому как это современное смешанное искусство. А с другой стороны, нас никто не мониторит. Потому как это особый уникальный стиль. Музей можно разделить на три основные части. Сейчас я говорю о структуре. Пятиярусная крыша. От самого низкого уровня до самого верхнего. Пять ярусов. Один, два, три, четыре, пять. А затем корпус, который включает в себя дверные проемы, оконные проемы, стеночки, перегородочки. Основания. Об основании мы с вами поговорим, когда пройдем в другую часть музея. А вот здесь у нас с вами выход. Вихід направлен в столба горы. В выход шуми. А вход со стороны моря. Здесь мы с вами будем выходить. Когда экскурсия закончится, вы можете положить ваши каски вот туда в корзины. Здесь вы можете также взять сам. Место парковки для остановок. Вот у меня кто-то спрашивал сегодня. Потом если покормить, если хотите покататься, вот собственно это туда. Обратите внимание, как используют остатки обрубки. Видите, ничего не вывозится. Ничего не вывозится с территории. Потому как дерево намолено. Видите, как срубить дерево, молятся. Просто как срубили, опять молятся. А то остаются опилки даже. Опилки там есть небольшой склон. Это сколько запас опилками. Мы посмотрим, что из этого получится. А теперь поговорим об основании. Основание тоже можно залить на три основные части. Это простое основание. Как видите, никакого декора нет. Простое основание, никакого декора. Вот этот элемент называется левиная лапа. Мифический лев. Мифический лев, это лапа льва. Еще выше, это цветы голодоса. А между декором, здесь у нас показана тайская культура. Традиции, все взято из струны. Петушинные бои. Рядышка, победишки, концов. И скорпоза варенька. И начинаются опытом танцев, фестивалей. Следующее. И в этом урожайе будет еще риса. Давайте вспомним, что выращивали рис. И вот этот ритуал называется «Ужигание риса, немножко соломки». Следующее. Сбор урожая. Посмотрите, все работают сообща. То есть показали, что все являются частью общества. И парад кошек. Читалось, что кошки обладают сверхъестественные силы. Их помещали вот в такие клетки. Сейчас вы видите, все это идет при себе. Помещали в клетки. Переносились с места на место. Поздавали молитвы в надежде, что уходят осадки. Туристы из северо-востока страны с Писана с легкостью узнают вот этот ритуал. Называется «Парад кошек». Но не беспокойтесь. Ничего с кошками потом не происходило. Их потом выпускали. А теперь давайте посмотрим вот туда, на фронтоне. Вот туда. На фронтоне, кстати, скульптуры. Это Нарасимха мантра. А позади сам нужный рук Бурга. Обе эти скульптуры символизируют победу добра над злом. Это с ним наизма. А мы продолжаем. Музей. Это Гвозди Ромаяна. Расскажите друг, что в любом обществе есть добро и зло. И под задовольность добро всегда побеждает зло. Еще хочу напомнить, что музеи строятся практически без гвоздей. А гвозди, которые видите, до конца не забываются. Это все временное явление. И в дальнейшем гвозди будут заменены на сканты. Этот зал завершен на 85%. Вот только этот зал. Когда строительство музея будет завершено, мы вам сказать не можем. Потому, как это одновременно и строительство, и реставрация. Коричневый цвет. Акриловая краска. Серый. Пока еще не обработана. Ждется момента. А вот зеленый антенок там наверху. Зеленый антенок это медный купорос. В Таиланде очень много термитов. Эти породы древесины, они вырабатывают дедовитый сок. Опасный для термитов. Не бойтесь. Для нас зло с вами не опасен. Но когда кристаллы соли с моря попадают в древесину, то древесины начинают разрушаться изнутри. И тогда могут появиться и жучки, и термиты. И вот стали покрывать медным купоросом, чтобы защититься от жучков. Управление Рамы Девятого. Рама Девятого правил 70 лет. И когда отмечали празднование день рождения, он выходил в такой балкончик, только из своей резиденции. Приветствовал своих подданных. Потом после экскурсии можете сделать следующее. Кто-то стоит на балкончике. Кто-то снаружи. Можете друг друга пофотографировать. Балкон украшен вазой. Называется Бурак это ноча. Со множеством цветочков, веточек. Листочков символизирует красоту, величие творчества. У нас бывают разные туристы. Старенькие, пожилые. Бывают также инвалиды. Потом имеется вот такой вот лифт на гидравлике. Посмотрите, как он вписывается в интерьер. Некоторые сравнивают с микроволновкой. Некоторые со шкатулкой. Некоторые с телефонной водкой. Даже с бабушкиным комодом. Но тем не менее, все это в рабочем состоянии. Может поднять до 250 килограмм. Кто мы? Как нам выжить? В чем смысл жизни? Наше предназначение? Все эти вопросы, ответы на эти вопросы ждут вас в музее святилищей истины. На нем узнает Индра. Индра символизирует быть положительным лидером. Избегать его негативного слов, мыслей и поступков. А четверхники Будда или Брахма по-другому называют. Это четыре составляющие. Золотого ума. Доброта. Прощение. Сострадание. Невозмутимость. Чего сейчас их не хватает. А вот справа, вот этот год. Потом в свободное время. Можете подойти. Ударить год. Загадать нематериальное желание. Добра. Здоровья. Можно и до конца денег попросить, если будут потрачены на благотворительность. Деньги хороший слуга, плохой хозяин. А вот это открыло. Оно было странно первым. Сейчас ведутся отделочные работы. То есть прийти в следующий раз, Бог даст. Будьте приятно удивлены. Одновременно строительство, реставрация. А вот это государственный символ Тайванда. На все купюры, на административные здания, на магистрали. Можно видеть изображение для птицы. Полу-птица, полу-человек. Для исключения очень важного элемента океана. Морской котик, рыбка, креветка, краб. Все они символизируют нас. А вот эти волны, это современные технологии. Прогресс, глобализация. И мы как поплылим против течения, поисков, ответов на эти философские вопросы. Ну что ж поплыли, мы с вами поговорим о семи истинах. У каждого в зале своя предыстория. Не раздевать. А мы с вами идем дальше. Это еще раз Гаруда. Гаруда – предвижное средство божества Вишну. Но это не храм, это музей со своей концепцией. Есть даже такие авиалинии индонезийские. Гаруда Интернешнл. А мы с вами джон перу зао, байом дим? Да. А мы дим перу зао. Матсу бирам дим? Да. А мы дим перу зао. А мы дим. Матсу бирам дим. А мы дим. Матсу бирам дим. Матсу бирам дим. Матсу бирам дим. Матсу бирам дим get you.